Почти 100 любителей и профессионалов армрестлинга собрал 20-й открытый новогодний турнир в Соликамске. Приезд спортсменов из Перми и Березняков подчеркивает серьезность и статусность соревнований, которые организовывает Соликамская школа армспорта. Все участники очень разные, поэтому их поделили на 16 категорий. Возрастные категории разные. От юноши до мужчин. И ребята с ограниченными возможностями, как среди по слуху, по зрению и среди ребят лиц спорта. Почетные гости соревнований – коллеги по спорту депутата Соликамской думы во главе с председателем, который также возглавляет и местную федерацию армрестлинга. Перед началом поединков они наградили самых выдающихся и результативных спортсменов по итогам 2022 года. Поздравили с наступающим 2023. Хочу пожелать всем, чтобы верили в чудо и мечтали. Потому что наши мечты становятся материальными, а умрестеров вдвойне. Всех с праздником. Желаю всем сегодня победу. Три стола организаторы предусмотрели для поединков стоя и один для тех, кто борется в инвалидной коляске. В каких-то парах победитель выявлялся за пару секунд. Какие-то спортсмены боролись подольше. Первый стол. Вино Флакута. Золото в разделе «Мальчики» 2007-2009 годов рождения завоевал Лев Милюхин. Перспективный юноша, у которого есть медали из краевых соревнований. А ведь его знакомство с борьбой на руках состоялось всего лишь около года назад. Как раз на этом же турнире он тогда представлял свою школу. Мне сказали, иди на новогодний турнир. Я тогда впервые узнал об рестлинге. И мне понравилось. И я подошел к тренеру и сказал, когда можно записаться. Спортсмен с более внушительным послужным списком считает, что разнообразие соперников и техник борьбы обогащает личный опыт и помогает завести новых друзей. Интересно поучаствовать, посмотреть, какие у нас вообще по Соликамску, по Перми, по Березнякам и другим краевым городам вообще интересные соперники имеются. Соликамских спортсменов готовили тренеры Сергей Вяткин, Алексей Казанцев и Федор Коваль. Воспитанники порадовали своих наставников и по итогам всех поединков завоевали в 16 категориях 12 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей. Их мы поздравляем и желаем как следует подготовиться к зимнему чемпионату России в городе Орел. Антон Старостин, Сергей Сюзев, телекомпания Соль ТВ.